Меня зовут Денис Афанасьев, я представляю проект из области экологии Солнечный модуль с тональным концентратором То есть это область энергетики Хорошо известно, что нефть и прочие угольные энергоносители Во-первых, отравляют планету нашу Во-вторых, имеют свойство заканчиваться Соответственно, есть современная тенденция, которая говорит Надо бы этот источник ресурсов уменьшать Переходить на другие альтернативные источники энергии Ну и с позиции философской, если подумать В принципе, что такое уголь Это энергия Солнца, которая была запасена в течение многих и многих миллионов лет То есть нам как бы дали в аванс некий дар Дар энергетический, который мы за короткие 100 лет почти полностью выжгли Осталось там 50 еще лет и мы можем выжить все То есть естественно, что это как бы вот некий бонус для человечества Для его скачка, развития и опираться на вот этот вот бонус Всю историю человечества нельзя Надо иметь что-то другое, чтобы это могло считать вечным И соответственно, энергия Солнца, ну не вечно Минимум 4,5 миллиарда лет планируется светить Солнце ближайшее Так что в этом смысле у нас есть почти нескончаемый источник энергии Это раз Второе, главная проблема, связанная с этим В принципе, энергию Солнца начали использовать 30 лет назад Небольшой анонс в этом смысле Когда началась космическая отрасль И тогда это стоило очень дорого И если сказать про цену сейчас Так, я все-таки, наверное, возьму фломастер И попробую как-то отобразить это снижение стоимости То есть тут есть такая некая логарифмическая шкала Я, честно говоря, для математиков это понятно То есть, в общем, в логарифмической шкале, если смотреть То стоимость электроэнергии от Солнца Вот примерно 30 лет назад 1 ватт Ватт, есть такой термин Стоимость ватта установочной мощности Его называют еще, его выражают доллары на ватт То есть сколько стоит 1 ватт установочной мощности Ну, вы хотите получить 1 ватт 100 киловатт, например, лампочка Вот 1 ватт, сколько будет стоить энергии Чтобы запитать эту лампочку Ну, соответственно, примерно 30 лет назад Это стоило 100 долларов Соответственно, чтобы обеспечить лампочку Нужно было 100 умножить на 100 Вот 10 тысяч долларов заплатить Чтобы одна лампочка могла гореть Сейчас мы дошли до уровня 2 доллара То есть, вот такое вот Экспоненциальное уменьшение стоимости Но 2 доллара это еще дорого Почему? Потому что от угольной промышленности Мы получаем за 1 доллар электроэнергии Сейчас, да Сейчас стоимость Ну, вы хотите построить теплоэлектростанцию Соответственно, хотите построить там ее на 10 мегаватт Заплатить 10 мегаватт То есть, умножить на 1 доллар Вот это будет сумма, сколько нужно заплатить за такую электростанцию На солнечную электростанцию нужно в 2 раз больше примерно Поэтому энергетически, экономически вернее, стоять Это пока не выгодно Но в ближайшие несколько лет Возможно, даже 3-2 года Если в обратную сторону Мы можем попасть в эту ситуацию Ну, не можем попасть, мы можем достигнуть Не то, что попасть Мы можем достигнуть И много-много ученых во всем мире В том числе и я Как раз работают над задачей Как снизить эту стоимость Чтобы попасть в паритет с топливной энергетикой И тогда мы, имея преимущество по другим параметрам Очевидно, выигрываем в конкуренции Собственно говоря, ждем Дальше идет уже сущность проекта Это водная была Я на нее потратил Аж 50 минут Солнечная батарея представляет собой Некий плоский лист Или там панель Которая состоит из кремниевых ячеек И вот, собственно говоря, кремниевая ячейка Это и есть самая дорогая часть Стоимости солнечной батареи Почему? Потому что кремний добывается С помощью высокой, дорогой технологии Высокоэнергетической технологии И требует особой высоты частоты кремния И, собственно говоря, вот эта вот Доля этого кремния В стоимости солнечного модуля На текущий момент составляет Ну, порядка 70-80% Это в рублях сколько? Ну вот, условно говоря 1-1,5 доллара То есть цифры Для хорошего качественной ячейки Это 1,5 доллара на ватт Для китайского В принципе, китайский долгает уже 1 доллар за ватт Но у них качество плохое Собственно говоря Что я предлагаю? Я предлагаю уменьшить долю этого кремния В каждой панели В 7 раз То есть было их вот столько-то А уменьшается в 7 раз За счет чего? За счет простой технологии Ну, относительно простой Которая была придумана 3 года назад Это планальный концентрат То есть это ключевой термин Во всей этой истории Слово планальный концентрат Означает, что у вас Ну, в принципе, идея концентрирования энергии Существует еще с Архимеда Вернее сказать, с описания его Желания с помощью зеркал Сфокусировать энергию Солнца До сих пор существовали Два типа концентрата В принципе, они сводили все к одному Это так называемые Я их называю Объемные концентраты У вас есть линза И за линзой ставится фокус То есть, соответственно, здесь ставится Вот преобразователь У вас получается концентратор Который энергию концентрирует во много раз Эти системы Ну, либо зеркала Так есть еще параболические зеркала Которые обратно эффекты производят Ну, в смысле От зеркала отражаются И в центре опять фокусируется энергия Солнца Эти системы существуют 30 лет И коммерческого применения Практически не нашли В фотоэлектрическом преобразовании Почему? Потому что они имеют объем Объем – это значит масса Это значит габариты И плюс еще вторая вещь Которая очень жесткая Требуется в этих системах Нужна высокая точность Позиционирована на Солнце Вот если помните линза У нее есть точка, куда Солнце фокусируется Если выйти за эту точку То энергия проходит мимо Поэтому за Солнцем нужно следить С высокой точностью С очень хорошей высокой точностью Существующие американские Немецкие и российские проекты В том числе поддерживающие Роснано Они используют классическую линзовую технологию Где вот этот вот фокус Достигается с помощью линз Фринеля Здесь ставится вот преобразователь И это по-прежнему Как говорится, я его называю Прошлый век Объемный концентратор Только вот эти вот размеры уменьшены До более-менее таких условно-компактных размеров То есть это там не 30 сантиметров А 5 сантиметров Но по-прежнему достаточно объемная панель Достаточно требующая высокой точностью Что я предлагаю Я предлагаю заменить объемный концентратор На планарный концентратор Энергия Солнца падает на эту поверхность И за счет специальных внутренних свойств Перераспределяется в два противоположных торца Соответственно фото-преобразователь Ставится только в торца Все это будет представлять А? На чем тут? Ну, говорит, он изобретен с чего-то Там вот это оптическое Это оптическое устройство Да, это оптическое устройство На самом деле, чтобы быть проще Я покажу, в общем-то, некий прототип Который демонстрирует работоспособность данного устройства То есть его можно потрогать И тут даже есть преобразователи в торце То есть это в таких размерах? А то я уже чрезвычайно представляла Это прототип То есть это прототип Он предполагает, что у вас появляется Некая 10-миллиметровая Или там 15-миллиметровая панель Вот представляете, панель сайдинга Да Вот, то есть сайдинг имеет там размер Условно 20 сантиметров Вот эта вот некая панель Будет как раз иметь такой размер Ну, то есть не 20, там, сантиметров 12 Я считаю, для оптических условий нормально Ну, в принципе, вот такие панели Они формируют модуль Вот так вот формируются модули Но так как в качестве основного материала Используется стекло-дергостекло Которое дешевле кремния в 10 раз Мы приводим к снижению стоимости в 2-3 раза Соответственно, 2 доллара превращается в 0,7 0,7 доллара за вас Это цифра для многих людей действует магически Они говорят, когда будет так, мы дадим вам деньги Поэтому, ну, по крайней мере, РВК так сказала Это изготовлено, соответственно, в гараже И много теряется энергии То есть ее нужно совершенствовать по многим параметрам Рассеивается, плохо отражается Поглощается Ну, в общем, оптические свойства материала По поверхности Можно вопрос Потому что это пока малоэффективно А в чем нужна идейная поддержка? Идейная поддержка То есть деньги дать на прототип никто давать не хочет Все хотят готовый модуль Говорят, ты несешь? Готовый модуль Бизнес будем поддерживать, а без проблем То есть людей, которые готовы были рисковать в НИР То есть НИР имеет размер На самом деле НИР это вещь неопределенная А сколько нужно? Это может быть от 200 тысяч до полутора миллионов До 30 миллионов рублей То есть, когда ты работаешь с материалами То материалы могут преподнести сюрпризы Сюрпризы, например, что материал хороший Но он через три года мутнеет То есть тут требуются климатические испытания Требуется там Ну, в общем, качество оптических веществ Вещества должно быть определенное То есть не хуже какого-то Только выходишь за рамки, устройство перестает работать Ну, в общем, как бы в этом смысле Действительно, я не могу сказать точно Я говорю, что 100 тысяч это будет чудо Реально там миллион Но если мы запускаем массовое производство Минимум 30 Все-таки в чем нужна идейная поддержка? Я еще раз спрошу Хорошо Идейная поддержка в том, что денег на реализацию На прототип на них нет Найти денег и помочь? Или в чем идейная поддержка? Нет, на самом деле ситуация такая Идейная поддержка в том, что вот этот проект в России Никто не знает, как его приложить То есть все говорят Езжайте за рубеж Ну не то, что все говорят Говорят, ну вот там вам дадут деньги Здесь в России говорят Ну, солнца мало Ну, наверное, никак Не актуально, да? Да, типа не актуально Вы не сможете с этим никак заработать И гор нету совершенно А? А что? И гор нету Гор нету В Гараксе тоже же солнца нет Ну, горы это необязательный критерий В этом смысле Нет, просто там, насколько я знаю Можно было солнечные батареи В Гараксе Это необязательно То есть солнца очень много В Забайкальском крае В Дальновосточный край Южный Урал Краснодарский край То есть в принципе Четыре региона у нас есть Проблема в том, что Есть минусы технологий Которые на самом деле Связаны с тем, что Система слежения все равно нужна То есть это физика Если ты концентрируешь То надо как-то следить Просто у меня требования Пониже, чем в линзах То есть в линзах Нам нужно 0,05 градуса У меня нужно плюс-минус 5 градусов То есть есть Повторю утромашнего Да, потому что у нас Время уже идет Чем мы можем тебе помочь Я сейчас не очень Понимаю То есть вот Этот планарный концентратор Он имеет несколько выходов Практических выходов Ну я предполагаю Что имеет несколько Практических выходов Поэтому я допустим Сейчас существую Ключевая вещь Которую я сейчас торможу Это отсутствие ясного понимания Бизнес-продуктов То есть вот Вот этот вот концентратор Он подразумевает мир Где можно его применить Да? Ну Практический предполагает Большие деньги И так далее То есть это уже Проект, который Скажем так Требует больших денег Большого времени Но продукт В принципе Может быть Переориентирован На более прикладные вещи Которые можно было Как-то Реализовать Сейчас В Новосибирске И мне Организую Свой собственный бизнес То есть правильно ли я понимаю Если найти В чем практически Его сейчас здесь Можно применить Тогда и найдутся Может быть спонсоры Для него Ну в общем-то да В общем-то да То есть в этом смысле да То есть это как бы Некая Такая вот Ну на самом деле Проблема в чем Проблема в том Что вокруг этой идеи У меня много разных Разных под идей То есть это как бы Эта идея самая раскрученная Она самая как бы первая А на ней еще нанизываются Много-много других Идеечек То есть вот Я в этих идеях Пока Денис У меня все вопрос Можно я наконец-то его задам Извините Меня интересует Вы вот Уникален Вот в своем В своей разработке Есть ли какое-то Сообщество Научное Которое Занимается Теми же самыми Разработками В России И за рубежом И поддерживаете ли вы С ними Какие-то контакты Есть Аналогичные Разработки В Америке И Канаде Но для меня Они конкуренты В плане того Что я их нашел В патентных базах И понял Что они Ну в принципе Они уже запретентовали Те разработки Они запретентовали Вещь очень Логичную Из-за того Что я делаю Я написал заяв Которая отличается От них То есть опираясь На то Что у них запретентованы Мы нашли Отличие Которое их Ну то есть Не пересекается То есть Как бы Наша исключительная Особенность Которую мы Можем выставить И они претензии Уже не будут иметь Хотя логика В смысле Бизнес логика Планарный концентратор У них присутствует То есть Идея планарного Концентратора Как концепции Она у них Отрабатывается И они ее Реализуют А у них поддержка У них государственная Поддержка Видимо инвесторы Есть По ощущениям Таким То есть Хорошие Специалисты Там Васаламус Да Давай Говори идею Потому что У меня тоже Развалась идея Ну вот Наверное Я не знаю Как у вас Вот у меня Всегда Ну на такое Вот Не конкурировать А сотрудничать Может быть Попробовать Может как-то Вместе Как-то Доходить И совершенствовать К сожалению Трудно поверить Что они будут сотрудничать Научное первое слово С сообществом Триз Вы знакомы В Новосибирске? Ну с Тризовцами Непосредственно Не знаком У нас член клуба У нас даже Их несколько Есть Людмила Семенова Которая является Из океана Из океана Из океана Да Из океана Скажи ее В серии Мне кажется Работок новых Они помогают Патентовать И как их Внедрять У них прям Вот эти По средам Встречи Направлены На то Как применить Вот эти Ноу-хау Которые возникают У людей Мне кажется Там бы Вот Больше бы Продвинулись Ну вот У меня пока Только такая Идея Ну Ну как бы Понятно Что в плане Того Что Ну Научная часть Она Подтягивается Не научная Я хочу Сказать Небольшой Такой Вставку Методологическую Идейная поддержка Подражевая По собой Формат В котором Мы говорим А ты Денис В это время Записываешь Ну или Что-то Помечаешь Не отвечать А просто Тебе не надо Отвечать В виде Мысли То есть Как бы Хорошо Плохо Тебе надо Просто записывать Потому что Человек Который родил Мысль Ему очень важно Чтобы ты Ее к себе Записал Каким образом Она у тебя Там Отстаканится В голове И куда Она тебе Какое Она тебе Мысль Там даст Это уже Твое Но Для нас Нам важно Чтобы ты Принял Как она Есть И записал Ее Ну или Как-то Пометил Что ты Первая Фаза Мозговой Можно Все-таки Я выскажу Главную Проблему Которая Есть Все-таки Я считаю Для меня Как Изобретателя У меня В этом смысле Проблема В том Что я Понимаю Техническую Идейную Концепцию Мне очень Сложно Запустить Бизнес Процесс И представить Его Представить Некий Образ Бизнеса Который Будет Работать И Который Как-то Там Организуется Потому что Ты 15 минут Рассказываешь Что ты Деваешь Да Про Техническую Идею Тебе нужен Коуч Очень На самом деле Простой Человек Тебе Часо Работать С Коучем Поможет Тебе Точно Прояснить Твою Концепцию И у Нас В клубе Есть Коуч Зовут Нечаев Павел И он С удовольствием Откликнется На Твою Он По Коучи Например Денис Я Тоже Коуч Ну Вот Родилась Идея С Павлом Связать Он Потому что Сейчас На этом Двигает Свою Коуч Это Тебе А Денису Важно Мы Сейчас Ощущение Что ты Сейчас Так Немножко Обесценивал То Что Делал Денис Мы Работаем В формате Идеи Обратной Связи Нет Нет Мы Сейчас Денис Попросил Разных Идей Как Ему Сдвинуться С места Вот Поэтому Мы Сейчас Ему Предлагаем Обратиться К Трис Коучу 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 Сформулировал Может Он И выйдет На 30 Секунд Изложения Андрей В принципе 30 секунд Существует Вифт Спич Я Существляю И в принципе Успешен Илья Пономарев Депутат Предложил Сделаешь Заявку В США Я тебе дам Денег Съездишь Не Мы сейчас В премии Не переходим Чем мы еще Вот 20 минут Прошло Чем мы еще Сейчас можем Тебя поддержать Денис Вот в чем Ну на самом деле Я вот сейчас Ворюсь с другой ситуацией Я ворюсь в том Чтобы мне Запустить Какой-то бизнес На основе Вот этих Вещей На основе Вот этой вот Технологии Да То есть И она у меня Как бы существует Вокруг там Мобильная Солнечная зарядка Зарядка Ты готов двигаться Вот прям у тебя Стоит задача Запустить бизнес Да Обратись к коучу Вот сейчас мы Наверное Это индивидуальные Вот эти вещи Которые Если накидать Каких-то тебе идей Вот то что получилось Мы накидали А вот чтобы Двигаться К твоей цели Очень Чтобы самому Двигаться Да Там индивидуальная Работа Именно с тобой И Ты очень близок К прорыву Вот такое Плохое ощущение Ты очень близок Как коуча Да Ты очень близок К тому что У тебя сейчас Тык И у тебя это Срастется Ну это такая Работа Немножко Индивидуальная Ну что-то Да Что-то надо Известить Просто Просто Ну Нет Это наше мнение Да Я не могу Поддержку Поддержку Прям Немножко Немножко Разбираюсь Прям в Востоке И Солнечная Энерфия Тимофеева Знаешь Тимофеев Фамилия Не знаю Ну в общем Тоже у нас На спецфаке Учился Нет Спецфак Не знаю А ты где Учился Кем ты сейчас Я сейчас Сработан Я же Месяца Надо Сработать Нет Можно Потом Уже После встречи Или там Созвониться И пообщаться Если есть люди С которыми Можно Денис Я выключаю Или ты еще Что-то хотел Я пока не Смотрю